Вчера президент Соединенных Штатов А список вызывает вопросы В одном списке и те, кто борются за защитой детей Как Елена Борисовна Мизулина И те, кто защищают интересы Крыма Так из этого списка понятно одно Что то, что в действительности происходит на Украине Соединенным Штатам по сути безразлично У них есть своя легенда Они ее нарисовали И в этой легенде они живут И права граждан Украины им тоже безразличны Они прикрываются традиционно ей как красивой ширмой И им безразлично, что на Украине к власти Пришли вошлиствующие бандеровцы Которые попирают законы и убивают людей Против них они санкции не вводят Они приветствуют их на Майдане Выступают и поддерживают Тогда возникает вопрос А про что вообще список? Их не волнует ситуация на Украине Их волнует другое Их волнует то, что мы, россияне Отставим за собой право иметь собственную позицию По существующим проблемам Вот это их приводит в ужутчайшее, как мне кажется, раздражение И вызывает ненависть к россиянам И они просто мстят нам за то, что мы это право за собой оставляем Ведь Соединенные Штаты Америки ни за кем в мире право иметь свою позицию не оставляют А мы это право за собой отстаиваем И отстаиваем и в вопросе защиты семейных ценностей И в вопросе защиты своих соотечественников Если Елена Борисовна стала предметом атаки За закон о запрете гей-пропаданды среди детей То и я должна быть в этом списке Я тоже защищаю и поддерживаю этот закон А что, мы не понимаем, рублевой родитель, что нравственное здоровье ребенка Ничуть не менее важно, чем его физическое здоровье Мы что, не понимаем, что у ребенка должны быть мама и папа А не бесполый родитель номер один и номер два Или что, мы теперь должны воспитывать детей так, как это угодно Америке Или, может быть, мы теперь должны искалечить детскую психику только потому Что господин Обама проводит в Белом доме приемы балы для гомосексуалистов Но американская пресса пишет, что Обама решил стать первым президентом для геев Его личное дело Нам эти ценности навязывать не надо Я говорила и говорю Оставьте вы в покое наших детей Оставьте в покое детей Дайте им вырасти Дайте им в себе разобраться Дайте им сформироваться Они сами примут решение, кем они хотят быть И уж точно не под давлением американской политики Мы действуем так, как этого требует народ нашей страны Законы, которые мы принимаем, коллеги, граждане поддерживают своим большинством Поддерживают на социологических опросах Мы это видим Так неужели мы должны поддерживать политику Белого дома? Нет, не будет этого никогда И защита Крыма, это тоже наше решение и наша позиция Я понимаю, что Обаме трудно поверить в наше единодушие Трудно поверить в наше единство этой позиции Но это так И по-другому это было бы диким Посмотрите, не отдать соотечественникам на растерзание Не отдать наших людей на растерзание бандеровцам Это правильно Это нормально Это единственное гуманное решение Прийти им на помощь всей силой нашего российского народа Не допустить кровопролития Не допустить геноцида русского народа Конечно, это позиция, которую поддерживает каждый депутат И не может быть в России по-другому И я вам скажу, что включайте нас в любые списки Это только убеждает нас в правильности нашей позиции И показывает, что мы едины Едины с народом и едины внутри страны Не может быть в России по-другому И правильно, коллеги, мы принимали с вами закон национализации элит Помните, мы говорили тогда, что этот закон не на вырос, он не на будущее Что Соединенные Штаты будут использовать любую малейшую возможность для давления на российских политиков Цепляться за все, что есть за рубежом Поэтому то, что нет сегодня в российских политиков щиток за рубежом Это действительно благо для каждого из нас И я понимаю, что это делает нас свободными в выражении собственной позиции Мы имеем возможность голосовать так, как считаем правильным, как велит нам наша совесть Но я более того, я уверена, что даже те, у кого недвижимость за рубежом осталась Прекрасно понимают, что это абсолютно не ценность по сравнению с теми действительно реальными завоеваниями На которых мы настаиваем с правом быть человеком С правом голосовать так, как считаешь нужным и отстаивать свои интересы У многих наших депутатов нет никаких зацепок за рубежом Ни у меня, ни у моих коллег, ни у Неверова, ни у Васильева, да ни у Геннадия Андреевича, ни у Владимира Вольфовича Ни у кого их нет Поэтому на нас через это давить абсолютно бессмысленно И в этом тоже конъюнктурная списка Прекрасно, я думаю, они понимают, что такими мерами нас запугать просто невозможно Наши коллеги и депутаты от всех фракций сегодня подготовили вот такое заявление Обратите на него внимание Это наш единый ответ на американские санкции Под ним сегодня подписываются депутаты Вот у меня в руках уже больше десятка подписей И я сама его сейчас подпишу И предлагаю подписать вам В чем смысл этого заявления? Он в одном США настолько заигрались в политику двойных стандартов Что реально перестали отличать уже черные от белого Патриотов от фашистов Они настолько убеждены в собственной безнаказанности Что позволяют себе преследовать всего лишь за наличие оппозиции Вообще, коллеги, это интересно Преследовать и вводить в списки и в санкции за наличие оппозиции Это, конечно, новое слово в развитии демократии, в международной практике Нам еще стоит обдумать Вообще, такой механизм влияния на воле изъявления людей Кажется достаточно странным Но Обама, посмотрите, он не слышит уже собственный народ 54% американцев не поддерживают политику Обамы Его рейтинг недоверия достиг уже исторического максимума А рейтинг доверия снизился до исторического минимума С какой тогда стати, скажите, пожалуйста, он диктует политику Которую не поддерживает его собственный народ за пределами Соединенных Штатов Америки Ситуации с Крымом всего неравнодушных нет И никакими санкциями нас запугать нельзя Это наше право принимать решение в отношении людей, которые обратились к нам за помощью Мы братскими народами не торгуем Обама должен это понять И для нас цена свободы и жизни наших соотечественников высочайшая цена И нет ей равной ни в санкциях, ни в каких-либо воздействиях, которые она нас планирует предпринять Коллеги, я предлагаю поддержать нашу единую позицию Заявление в установленном порядке внести в повестку заседания Вынести его на голосование Я думаю, что в нашей позиции мы будем едины И самое главное, пусть нас после этого заявления Вот всех, всю Государственную Думу внесут в единый список Потому что мы поддерживаем наших людей, где бы они ни жили В России или в Крыму И мы их не предадим